Поговорим о насыщенном и ненасыщенном паре. Сначала немножко о словах. Пар и газ это в принципе одно и то же. Просто вместе со словами насыщенно-ненасыщенно используется обычно слово пар, а не слово газ. Теперь представим опыт. У нас есть коробка прозрачная с газом. Пускай это будет водяной пар, потому что это привычно нам. И он в какой-то там температуре комнатной стоит. И мы начинаем его охлаждать. Я нарисую график давления от температуры. ПАЭТА. И заходный пускай будет. И помните, мы рисуем график такой. И вот здесь вот у нас пунктирные линии. Сегодня мы поймем, почему эти пунктирные линии появляются. Мы двигаемся из точки А с большей температурой и большей давлением. Постепенно двигаемся вниз, вниз, вниз. Наш газ охлаждается, охлаждается, охлаждается. Потом в какой-то момент происходит кое-что. Вот в точке Б. И это кое-что выглядит физически, как капельки на стенках сосуда. Газ начинает конденсироваться. Давайте посмотрим этот же эксперимент повторно и поймем, что здесь происходит. В точке А наш газ или пар ненасыщенный. То есть ненасыщенный такой газ, который не хочет становиться жидкостью. Постепенно охлаждая его, газ становится, как бы, насыщается все больше и больше. И вот в какой-то момент в точке Б он становится насыщенным паром. Насыщенный пар, его единственное свойство, это то, что он уже не знает, чем он хочет быть, жидкостью или паром. И происходит такой критический, как критический перелом. И он превращается из газообразного состояния в жидкое состояние. Для этого можно использовать такую аналогию. Температура, пускай, давайте представим себе жонглера. И температура, движение, температура это движение молекул. Вы помните, что все молекулы всегда двигаются. Просто при низкой температуре они двигаются немножко, а при высокой температуре они двигаются сильно и быстро. И давайте у нас будет скорость движения рук жонглера. Это будет температура. Представьте, что ваш жонглер жонглирует пятью мячами. И вот он жонглирует, его скорость рук, все определенное, она очень быстрая, он может двигать этими руками, так что он жонглирует, вообще мячи закидывает за спину, делает всякие трюки, ему легко жонглировать. И тут мы берем и вкалываем в него немножко успокоительного. Что происходит? Его руки начинают двигаться медленнее, чуть-чуть медленнее, но он все еще нормально жонглирует пятью мячами, просто за спину их не закидывает, но жонглирует, продолжает. Потом мы добавляем ему успокоительного. И что происходит дальше? Он уже еще медленнее двигается, и еще пока на грани, он уже почти что не может жонглировать, но все еще жонглирует. Смотрит на нас злыми глазами и жонглирует. И наконец мы добавляем еще успокоительного. Его руки двигаются слишком медленно до пяти шаров, и все пять мячей падают у него из рук. Вот этот вот момент падения из рук пяти мячей, когда скорость рук недостаточно, чтобы удержать все пять мячей в воздухе. Можно представить себе как момент перехода из газообразного состояния в жидкое. Мы еще чуть-чуть позже будем использовать эту аналогию для дальнейших формул и понимания наших графиков.